Тиран Каюмов запечатлел на пленку все случившееся. Уникальный кинодокумент и рассказ очевидца в этом фильме. Так подробно, по-моему, никому не рассказывал. Необычный кроваво-красный закат озарил цветущую долину, когда в Шахрисябзе в семье князя Чагатая родился первенец. Ребенок появился на свет с абсолютно белыми волосами и с куском спекшейся крови в сжатом кулачке. Тимур Бахадур Сахипкеран, рожденные под счастливыми звездами, так нарекли младенца. В те весенние дни планеты выстроились так, как это было при рождении Александра Македонского и пророка Мухаммеда. Тимур родился 21 марта 1336 года. 21 марта 1941 года на стол Сталину легли бумаги, присланные из отдела социалистической культуры при ЦК ВКПБ. Иосиф Виссарионович ознакомился с докладом. В нем содержалась просьба Народного комиссариата по культуре разрешить сотрудникам Академии наук провести научную экспедицию в Самарканде. Цель экспедиции – исследование мавзолея Гуры-Мир и вскрытие предполагаемого захоронения тимуридов. Усыпальница Гуры-Мир была построена еще при жизни великого Тимура для его старшего внука. Верхняя часть двухэтажного мавзолея, предназначенная для обряда поминания, осталась практически нетронутой со дня постройки. Нижний этаж, склеп с девятью захоронениями, неоднократно перестраивали и расширяли. Предполагалось, что здесь могли покоиться останки самого Тамерлана и его потомков. К марту 1941 года театр военных действий Второй мировой войны перемещался все ближе к западным границам Советского Союза. В СССР по решению 18-й партконференции большинство промышленных предприятий переводят на выпуск военной продукции. Ежедневно 140 тысяч человек работают на строительстве укрепрайонов западных границ страны. Со страниц советских газет, из книг и по радио звучат лозунги о необходимости защиты социалистического отечества со всех сторон, окруженного враждебными силами. Страна нуждается в героях. Судьбы выдающихся людей разных эпох пропагандисты адаптируют к советской идеологии. Анекдот из тех времен. Ребенок, посмотрев фильм Петр Первый, спросил у отца, а кто еще из русских царей служит советской власти? Роман Алексея Толстого «Петр Первый» включен в школьную программу как произведение соцреализма. Дети штудируют статью Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции» и пишут сочинение на тему «Пушкин – предвестник октября». Товарищ Сталин лично изучает биографии великих властителей. Еще в 1931 году на совместном заседании Института истории и общества историков-марксистов прозвучал лозунг «Нам нужны не люди, нам нужна идеология». Готовится к печати книжная серия «Жизнь замечательных людей». Сталин сам решает, насколько замечательен тот или иной персонаж. В 1937 году в списке достойнейших включен Тамерлан. Амир Тимур Бахадур Сахибкаран ибн Джагатай наводил ужас на жителей стран от Черного моря до Центральной Сибири. Тимур создал многочисленную и дисциплинированную армию. Правитель огромной территории Азиатского Междуречия Амир Тимур столицей своей гигантской империи сделал Самарканд. Большую часть жизни «Железный воин» провел в походах и битвах. В одном из боев он был тяжело ранен в ногу, на которую преподал всю жизнь. Отсюда прозвище «Тимурленко» или «Тамерлан» – по-персидски «железный хромец». Может быть даже в какой-то степени Сталин и стал Сталин, и взял себе и псевдоним Сталина. Может быть даже в какой-то степени по аналогии с Тамерланом. Но это как бы пока догадка, которая не имеет прямого такого доказательства. Но дело в том, что перевод его имени как «Железный», как «человек» или «хромец», и то, что он хромец, имело для Сталина, мне кажется, очень большое значение. Потому что он сам был хромцом, это первое. Во-вторых, он был Сталином. Тамерлан истреблял на своем пути всех непокорных. Его жестокость вошла в поговорку. Но в веках он прославился как талантливый государственный деятель. Разрушая, сметая города, он строил новые. Запугав народы, он силой установил железный порядок в своей империи. Ему приписывают слова. «Как Бог един во всей вселенной, так в мире должен править один царь». Главный девиз Тимура – справедливость в силе – сила справедливости. Изучив историю жизни Тамерлана, Сталин назвал его «избавителем мира» от монголо-татарского ига, самолично сделав пометку в только что изданном учебнике истории. С легкой руки Сталина такое объяснение истории стало хрестоматийным. Отныне перед учеными-историками стоит задача найти материальное подтверждение победы Амира Тимура над Золотой Ордой. Спустя два месяца в Казахстане был обнаружен огромный черный валун, по легенде упавший на землю с неба. На нем ученые прочитали надпись на древнеуйгурском языке. В 1391 году султан Турана, правитель всей земли от моря и до моря Тимурбек Джагатай, с двумя сотнями тысяч своих воинов, возвращается из похода на хана Тахтамыша. Этот камень установлен в честь Великой Победы и в знак того, чтобы всегда о грозном Тимуре помнили люди. Камень был незамедлительно привезен в Государственный Эрмитаж. Он должен был стать первым экспонатом новой выставки, посвященной Тимуринам. Документы из Наркомата по культуре с просьбой об организации экспедиции в Самарканд, присланные в марте, Сталин ждал. Он просмотрел бумаги и наложил резолюцию. Начните работы в Самарканде не позднее лета. Самарканд, город-жемчужина, место, где свет идет от земли, столица трех частей света. Сюда Амир Тимур согнал тысячи мастеров, строителей и художников из Индии, Персии и Магриба. Лазурные купола, искусная отделка изразцов поражала послов, приезжавших из далекой Европы. Во дворце, в самом большом Алькове, стоял серебряный с позолотой стол, высотой в человеческий рост. Перед ним постель из подушек, вышитых золотом. Тут садился царь Тимурбек. Позади него стены были убраны занавесями из шелковой ткани розового цвета. Эти занавеси были отделаны золотыми кольцами с изумрудами, жемчугами и другими каменьями. Такую роскошь не видели ни в Мадриде, ни в Париже. Символ могущества Тамерлана, Самарканд, внушал трепет всем покоренным народам, царям, королям и ханам. Не пойдет он. В конце мая 1941 года в Узбекистане все было готово к началу работ. Руководителем экспедиции был назначен академик Кары Ниязов. Для расшифровки надписей на погребальных плитах из Москвы приехал востоковец с мировым именем, знаток древних языков Александр Семенов. Антрополог Михаил Герасимов, автор уникального метода восстановления внешнего облика по черепу, прибыл с помощниками из Ленинграда. Собиратель старинных сказаний, таджикский писатель Садриддин Айни, мечтал написать роман о Тимуре по канонам соцреализма. В состав группы были включены и кинохроникеры. Мы поехали на пять дней раньше и с собой взяли электростанцию на 100 киловатт, и 10-киловаттные лампы, и 5-киловаттные, чтобы там осветить. Молодой кинодокументалист Малик Каюмов был одним из трех операторов, которые должны были запечатлеть на кинопленку все этапы экспедиции. 27 мая отдельной группой прибыли журналисты, фотографы и художники. В гробницу из ближайших дворов протягивали провода и вносили ящики с оборудованием. Самарканцы это очень заинтересовало, было полно народу. Первый день вокруг горы Мира собралось тысяча людей. Все смотрели, что будет и как это будет. 1 июня на общем собрании руководитель экспедиции Корыни Язов огласил официальную цель экспедиции – изучить эпоху Тимуридов, культуру и искусство Восточного Средневековья. Но существовал еще один вопрос, который волновал ученых на протяжении нескольких столетий. Михаил Герасимов говорил о том, что одной из главных задач экспедиции являлась документация подлинности захоронения Тимура. Только изучение скелета могло дать исчерпывающий ответ на вопрос, кто именно похоронен в Гур-Эмире. Между Симеоновым и Айни был спор. Айни доказывал о том, что есть гроб здесь, тело здесь, а Симеонов, крупный востоковед, говорил, значит, нет. Востоковед Симеонов утверждал, что Амир Тимур мог быть похоронен в туркестанском городе Атрар, где полководец скончался во время военного похода на Китай. Корыни Язов возражал, могила Тимура находится в Герате на севере Афганистана, куда сразу после смерти Тимура отвез его останки сын Шахрух. И, наконец, еще одна гипотеза, которую не исключали некоторые участники экспедиции. Тимур мог быть похоронен в своем родном городе, Шахрисябзе. Рядом с усыпальницей отца и матери Тамерлана находится малоприметный вход. Это и есть подземная гробница, которую еще при жизни лично для себя приказал построить железный хромец. Шесть с лишним веков пролетели здесь словно один миг. Лишь слегка заржавели до сих пор неубранные кольца для подъема многотонной мраморной плиты. Во времена Амира Тимура эту плиту весом в три с половиной тонны сначала положили на могилу, а потом сверху надстроили купол. И для того, чтобы вскрыть эту гробницу, нужно было разломать весь мавзолей. До июня 41-го года никто не знал, пуста гробница в Шахрисябзе или именно здесь обрел покой Тамерлан. И все-таки поиски останков Тимура решили начать с усыпальницы Гуры-Мир в Самарканде. Название мавзолея переводится с персидского как могила царя. По свидетельствам древних историков, в Гуры-Мире были похоронены ближайшие родственники Тамерлана, его сыновья, внуки и правнуки. Известный исследователь древности и Востока, академик Михаил Масон, пишет, что еще в 1925 году в Гуры-Мире были зафиксированы некие парамагнитные явления. В могиле находится объект, излучающий странные свечения. Тогда же академик послал запрос с просьбой начать в Гуры-Мире раскопки. Но у молодой советской власти в тот момент было множество других проблем. О загадочной силе гробницы Амира-Тимура в народе говорили всегда. Вокруг него измеряли даже биополе. Но биополе было сильное. Доказали, что было сильное биополе. Поэтому вот такие были слухи тоже. Лишь 16 лет спустя экспедиция состоялась. В соответствии с приказом Сталина, работу начали 1 июня. Участники составили план действий. Герасимов предложил вскрыть могилы представителей трех поколений тимуридов. Сравнив останки, можно установить, являются ли похороненные в Гуры-Мире родственниками и есть ли среди них Тамерлан. И было решено, первым начаться шахруха, значит, 2 июня в 8 утра был рабочий день назначен. И еще пригласили народных мастеров, которые должны были следить, чтобы там не сломался мрамор, чтобы сохранился все надписи. И были еще два такого старика, которые переписывали все надписи, какие есть на всякий пожарный случай, если лопнет там мрамор или сломает. Второго ровно в 8 утра включили прожектора, все, и начали поднимать плиту шахруха. Возникли первые трудности. Останки шахруха сохранились очень плохо. Герасимов с великими предосторожностями отобрал для своей работы только череп и небольшой фрагмент позвоночника шахруха. Остальные кости ученые измеряли и аккуратно складывали в ящики, чтобы затем сравнить с останками других тимуридов. Все данные заносили в специальный экспедиционный дневник. На то, чтобы собрать воедино все сохранившиеся части скелета шахруха, ушло три дня. 5 июня группа приступила к раскопкам гробницы у Лукбека. Плита над его могилой оказалась невероятно тяжелой. Здесь сработала народная смекалка. Мастера в считанные минуты соорудили ручной рычаг и сдвинули плиту. У Лукбек Мирза Мухаммад, любимый внук Тимура, астроном, художник и математик, считал делом своей жизни возведение крупнейшей на востоке обсерватории. Когда-то из любой точки Самарканда можно было увидеть грандиозное круглое строение высотой в 10 современных этажей. Сейчас на этом месте под землей осталась дуга, часть огромного астрономического инструмента. С его помощью Улукбек вычислил координаты более тысячи звезд. До сих пор астрономы всего мира сравнивают свои результаты с данными Улукбека. Улукбек ставил науку на первое место. Проводя дни и ночи в обсерватории, он не соблюдал все исламские обряды. Мусульманские священнослужители обвинили ученого в ереси и колдовстве. По их приказу Улукбек был обезглавлен. Улукбеки, когда открыли, голова лежала рядом. Герасимов поднял череп, внимательно осмотрел его и тут же показал всем остальным участникам характерный срез на шейном позвонке. Факт, что в могиле находится Улукбек, не вызывал сомнений. И даже установили сабли, что был отрублен голова. Взяли череп Улукбека. Здесь уже начали подробно все. И фото снимать, и кино снимать, записывают, и измеряли сантиметром окрученностей головы, так далее, так далее. Две недели ученые работали с останками Улукбека. Скелет сохранился прекрасно. Были обнаружены фрагменты ткани с четким персидским орнаментом. Тщательнейшим образом описывали каждую часть и деталь, найденную в могиле. Были составлены таблицы для дальнейшего сопоставления останков всех тех, кто был похоронен в Гуре-Мире. Михаил Герасимов подготовил необходимый ему материал для отправки в Москву. Близилась дата вскрытия гробницы, где предположительно мог быть захоронен Тамерлан. Еще в начале экспедиции ученые начали изучение надписи на надгробной плите. Сказания гласили, что именно эта надпись на древнеарабском языке является магической печатью, защищающей прах от надругательства. 17 июня историк Семенов смог прочитать полный текст надписи. На плите были начертаны 16 имен Тимура и цитаты из Корана. Надпись гласит, все мы смертны, придет время, и мы уйдем. До нас были великие, и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими, или же потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара. Последнее слово «кара» прозвучало как предупреждение и напугало участников экспедиции. Раздались робкие голоса с просьбой остановить работы, но остановиться было уже невозможно. Об экспедиции сообщили все газеты страны. За работой советских ученых наблюдали и иностранные корреспонденты. Мистический страх не мог быть причиной для того, чтобы свернуть экспедицию, организованную по приказу самого Иосифа Виссарионовича. Ну, тогда уже система была такая, если же ЦК Компартии принял решение, это уже было законом, все молчали. Но так между собой старики говорили, зачем это нужно? Не надо трогать. Траг. О жизни и смерти Амира Тимура в народе ходило множество легенд. Истовый мусульманин, Тамерлан, несмотря на строжайший запрет в исламе на использование оккультных практик, имел ко всему сверхъестественному необычайный интерес. Он привозил из разных районов империи амулеты, талисманы, священные книги. Из Месопотамии Амир Тимур привез прах известнейшего пророка трех религий, святого Даниила. Тимур не делал ни одного шага без совета многочисленных шейхов. Главным его наставником был один из потомков пророка Мухаммеда Мир Саид-Береке. По преданиям, этот суфийский монах мог силой взгляда остановить целую армию, жестом изменить ход сражения. Совершив таинственный обряд, он помог Тамерлану победить хана Тахтамыша. Битва 1391 года. Казалось бы, что в начале превосходства было на стороне Тахтамыша. В это время шейх взял с земли несколько мелких камушев, бросил в сторону врага и сказал «Ягэ качте!» Вот враг бежал. И после этого Тахтамыш отступил. Суфизм мистическое учение в исламе, предполагающее полную отрешенность от мира, стремление слиться с божеством. Монашеские ордена в суфизме закрытые общества, в которых существует строгая иерархия. На вершине учитель, человек, отличающийся чистотой помыслов. Обязательное присутствие людей, подобных суфийским мудрецам при дворах и в окружении великих правителей, многовековая традиция всех народов. И после смерти своих повелителей эти люди продолжали служить трону. В январе 1405 года 72-летний правитель, властелин половины миров, выступил в поход на Китай. В военном лагере у города Атрар 18 февраля Амир Тимур скончался. Армия осталась без полководца. Началась борьба за власть. Когда он умер, сделали гроб из дерева. По свидетельству одних ученых это Арча, по свидетельству других это Карагач. Тимура под видом одной из принцесс увезли его тело, увезли тихонечко в Самарканд. Пустив множество ложных слухов о сроках и месте захоронения суфии тайно соблюдая особый ритуал похоронили Тимура. Священный обряд был направлен на то, чтобы защитить останки от надругательства. Тому, кто потревожит прах Тимура, суфийские мудрецы предрекали страшные болезни и несчастья. Наступил день вскрытия гробницы Тамерлана 21 июня. 21 утром уже все мудрые все были там. Но работа не заладилась. Через полчаса сломалась лебедка. Двигали плиту вручную по сантиметру. Под плитой не увидели ничего кроме земли. Кто-то засомневался. Тимура здесь нет. Нужно искать в другом месте. В гробнице нарастало волнение. Работающие украдкой жаловались друг другу на головокружение иностранное ощущение тревоги. К полудню плиту удалось наконец снять. Аккуратно руками начали разгребать землю. К часу дня откопали три поперечных мраморных плиты. Работу прервал приезд правительственной делегации. Руководители ждали победного рапорта. Но пока ученым похвастать было нечем. Усман Юсупов тогда был секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Абдурахманов председатель Совета Министров. Ахам Бабаев председатель Верховного Совета. Были ученые, писатели. Их пускали на пять минут. Они смотрели и уходили. Работа продолжилась. Лебедку так и не починили. Все три плиты двигали вручную. Показалась черная крышка гроба. Внезапно погасли все осветительные прибыли. Раздались крики. В крохотном помещении вдруг стало нечем дышать. Никто не знал, что будет дальше. Объявили перерыв. Ну, это было где-то два часа дня. Я выжив решил чай попить. И сидят три старика с книгой. Спрашивают, сынок, ты имеешь отношение к раскопке гробницы? Я что-то я говорю, я здесь главный, без меня ничего не могут делать. Еще не открыли Тимура? Я говорю, нет. нельзя открывать Тимура, начнется война. Я говорю, откуда это известно? Вот в этой книге написано. Показали вот такой большой, как в этой книге на арабском языке. Я говорю, дайте почитать. А ты что, умеешь читать? Я говорю, да, умею. Далее мне, я это внимательно прочел, там написано, нельзя прах великого полководца трогать, иначе начнется война. Малик Каюмов вспомнил напряжение последних дней, предостерегающую надпись на плите и искренний испуг коллег. Он тут же рассказал о пророчестве остальным членам экспедиции. Корнязов, значит, говорит Семенову и Айне, идемте посмотрим. Мы четверем пришли к старикам, Корнязов сказал «Ассалам алейкум», они ответили «Алейкум ассалам», сели, они налили чай, он выпил пьем чая и начали говорить «Вот книга написана нельзя трогать Тимура и начнется война». Прочел Корнязов, конечно, отлично, Айни прочел, Семенов прочел, отнеслись к этому, так сказать, ерунда, и Айни начал их оскорблять по фарси и начал палками свою гнать их. И он сделал так, что эти люди обиженные, оскорбленные стали и ему сказали пару теплых слов и ушли. Старики вышли из Чайханы и исчезли в ближайшем переулке. Каюмов постоял несколько минут словно оглушенный, спохватился, побежал за стариками, но найти их так и не смог. Он стал расспрашивать всех о таинственной книге. Многие слышали и о книге, и о предсказании, но никто эту книгу в руках не держал. Эта книга существует, но увидеть и прочитать ее можно, если на то будет воля высших сил. Но только тот прочтет, кто сможет остановить большую беду. В 15.30 в гробнице вновь вспыхнули осветительные приборы. Все без исключения участники экспедиции столпились над открытой могилой в ожидании главного события. Герасимов Михаил Михайлович спустился в это самим авзолей и начал вытаскивать иконечко доски, крышки этого гроба. Отдавал, его клали аккуратно там. Какой-то запах пошел, непонятно, какой-то аромат был. И потом лежал какой-то могущественный человек, великий полководец. Он производил такое впечатление, что это действительно великий человек, большой человек, высокий. Он, наверное, был где-то метр восемьдесят, метр девяносто. И голова была вот такой. Через несколько мгновений ученые осторожно, словно драгоценность, передавали из рук в руки большую берцовую кость. Коленная чашечка правой ноги была повреждена в результате ранения. Сомнений не было. Останки железного хромца найдены. Герасимов представил еще одно доказательство. Патологию седьмого шейного позвонка, общую для всех захороненных в буромире. Стало ясно, загадка усыпальницы разгадана. В мавзолее действительно похоронен Тимур и его потомки. Цель кричат. Говорит ура! Чтобы я был прав, мои предположения оправдались, Семенов сидел спокойно и говорил я с тобой спорил, потому что книги написаны. Работали 21 июня до вечера. Уже затем на вознеможении отправились в гостиницу. Несмотря на усталость вся группа была возбуждена. Вместе с директором ташкентской киностудии Николаем Кимом бурно обсуждали пережитое за этот день. По радио шли сообщения о том, что советские ученые нашли гробницу Тамерлана. Начали ловить приемник. У Кима был вот такой приемник. Начали слышно на разных языках, на английский, на французский, на немецкий. А Ким немножко знала английского языка. Он стал бледным. Игорь Шед Николаевич начал загиб война. Гитлер напал на Советский Союз. СОЮЗ группа. А Айни, дом Айни, который погнал этих людей, сидел как мышь, молчал, даже ни слова не сказал. Я говорю, Николай Николаевич, давай ты Корнязову позвоню. Давай. Позвонили мы ему, разбудили. Я говорю, Хорака, он говорит, да, началась война. Как? Корнязову уже позвонил Усман Юсупу. Тот сказал, закрой ты экспедиции, возвращайся в Ташкен. Наспех экспедиция завершила работу. Останки Тимуридов отправили в Москву. С тяжелым сердцем уезжая из Самарканда, Малик Каюмов тут же принял решение пойти на фронт. Его призвали в качестве военного оператора. Перед отправкой Малик рассказал о пророчестве председателю Компартии Узбекистана Усману Юсупову. Он Корнязову вызвал к себе в кабинет и выдал ему. Почему ему не доложили? Корнязов оправдывался. Я думал, говорит, что не передавать к этому большое значение и так далее. Не важно, раз люди пришли, раз уже было, надо было мне об этом доложить. Но и сам Усман Юсупов так и не решился сообщить в Кремль о проклятии гробницы. А Малик уже через несколько дней ехал с ополченцами в военном эшелоне. Его не покидало чувство сопричастности к началу этой повсеместной трагедии. Он решил, во что бы то ни стало добиться встречи с кем-нибудь из высшего руководства страны. И сразу я попал на Калининский фронт. Мы долго, долго стояли под режимом. Проклятый режим. В один из дней он услышал о том, что поблизости находится ставка командующего фронтом Георгия Жукова. Каюмов не мог упустить такого случая. Он принял у себя блиндажи под землей. Очень принял хорошо. Даже угостил чаем. И говорит, что вы действительно снимали раскопку гробниц Тимуридов. Я говорю, да, расскажите мне подробно об этом. Я ему все подробно рассказал. Об этой истории, об этой трех старика. Я говорю, советские солдаты армии не побеждают. Надо его перезахоронить. Рассказав Жукову эту историю, Малик осмелился попросить Георгия Константиновича дозвониться до товарища Сталина и доложить ему о пророчестве Тамерлана. Жуков отнесся ко всему очень серьезно и пообещал поговорить со Сталиным. Под Оржевом Малик снимал самые страшные кадры боев и отступлений. Вместе с другими операторами лез под пули. Пытался как мог остановить эту войну, ни на минуту не забывая о пророчестве, услышанном в Самаркандской экспедиции. Тимуридов находится в Москве. Антрополог и скульптор Михаил Герасимов выполняет правительственное задание по восстановлению облика Тамерлана, его сына и внука. Первый этап подготовительный и самый сложный. Тщательно вымеряется каждая особенность черепа. В соответствии с костным рельефом создаются слепки мышц и деталей лица. При работе над каждым образом Михаилу Герасимову приходится изготавливать более четырехсот миниатюрных макетов. Череп одевается мускулатурой. Сначала на черепе восстанавливается височная мышца и жевательная мышца. И вот эти две мышцы, они крупные мышцы, они образуют как бы сказать овал, абрис лица. Делается круговая мышца рта и потом делаются детали лица. Значит, вот, глазное яблоко, которое вкладывается в глазницу, профильный рисунок носа. Лепилась всегда одна половинка лица, потом проверялась другая. Отец называл именно это документальным портретом маской. Руководство Академии наук требует от Герасимова как можно быстрее завершить работу. Михаил Михайлович перевозит все исходные материалы к себе на квартиру и трудится круглосуточно. Вообще отец работал всегда, и это было так тихо и незаметно, где-нибудь или на кухне, или в комнате на коленях лепилась эта голова этого лапы. В августе 1942 года военная обстановка резко ухудшилась. Потерян Крым. Противник начал стремительное продвижение к Волге. Возникла угроза потери Кубани и всех путей сообщения с Кавказом, важнейшим экономическим районом, снабжавшим нефтью и продовольствием армию и промышленность. В сентябре под Сталинградом идут тяжелейшие бои, шанс победить в которых кажется невозможным. В октябре 1942 года Малику Каюмову удалось вновь побеседовать с командующим фронтом Жуковым. Свое обещание Георгий Константинович выполнил. Жуков при встрече с Сталина об этом рассказал. Сталин позвонил Усмане Супову, первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана сказал перезахорони пожалуйста Тимура и его сыновей. 28 октября Михаил Герасимов закончил работу над восстановлением облика Тамерлана. Весь мир увидел суровое лицо самаркандского правителя. Госкомиссия постановила перезахоронить останки Тимуридов. Это постановление было подписано 15 ноября 42 года. В этот же день из лаборатории Герасимова были вывезены останки Тимуридов и полный отчет о проделанной научной работе. Перезахоронение состоялось в Самарканде только через месяц. О том, где находились бесценные исторические реликвии до сих пор ничего неизвестно. Их местонахождение нигде документально не зафиксировано. Это обстоятельство и породило массу слухов и легенд. По одной из версий советники из окружения вождя разработали необычную оборонную операцию. Боевой самолет с останками Тамерлана на борту в течение нескольких дней облетал линию фронта. По некоторым источникам подобные операции проводились неоднократно и участвовали в них не только Тимуриды. Самое известное на сегодняшний момент это процедура облета Москвы по периметру облета самолета на борту которым находилась святая для Руси икона. Благодаря которой как утверждать сегодняшняя православная церковь враг так и не пересек границу этого самого периметра Москвы. По другой версии мощи Тамерлана привозили на передовую в подразделения сформированные в Средней Азии для поднятия боевого духа воюющих мусульман. Были версии о том что доставали мощи и православных святых были версии о том что доставали мощи святых почитаемых в других течениях религии. Мне рассказывали об этом старики вернувшиеся с войны. Я не могу им не верить. Я в свое время интересовался этой историей но документов подтверждающих это так и не нашел. Мы теряем время. 20 декабря 42 года останки тимуридов были с почестями перезахоронены в гуры мире. Ученые составили акт с подробным описанием работ на четырех языках персидском узбекском русском и английском китайской тушью сделали запись на тончайших листах самаркандской бумаги 17 века затем скрепили исторический документ подписами всех членов комиссии один экземпляр вложили в герметичную капсулу и замуровали вместе с останками Тимура тимуридов перезахоронили накануне битвы под Сталинградом по мистическому совпадению через два дня после многих месяцев отступлений и поражений с фронтов полетели первые радостные сводки о победах на Сталинградском направлении уничтожено 17 дивизий противника 60 тысяч человек захвачено в плен перезахоронили и первая победа была под Сталинградом как хотите на этом история не закончилась летом 43-го года была организована третья экспедиция в Самарканд в дни Курской битвы Сталин подписывает постановление о выделении одного миллиона рублей на реставрацию мавзолея Тамерлана миллиона рублей тогда хватило бы на строительство 16 танков или на обеспечение продовольствием и обмундированием дивизии в течение месяца во время реставрационных работ кто-то из партийных руководителей предложил вскрыть гробницу и вложить в нее послание к потомкам предложение единодушно отвергли все сошлись во мнении что вряд ли мыслящий человек когда-нибудь впредь решится повторить опыт июньской экспедиции 41-го года Малик Каюмов дошел с камерой до Берлина снимал парад победы в июне 45-го круг судьбы замкнулся услышав первым предупреждение о войне Малик рассказал всему миру о ее завершении и о нашей победе череду необъяснимых исторических совпадений Малик считает закономерностью по-человечески прав нельзя трогать не только великих людей простых людей тоже нельзя трогать до конца жизни Сталин больше никогда не пытался нарушить покой Тимура в Эрмитаже так и не состоялась выставка эпохи Тимуридов писатель Айни не написал роман о Тамерлане а фильм о раскопках зритель увидел впервые сегодня «Малик» 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 Субтитры создавал DimaTorzok